Девушки отдыхают 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Спасибо за просмотр! Всем добрый вечер! Здрасте! Огромное спасибо за то, что пришли сегодня. Для вас прозвучала композиция, которая называется «Паромщик Люда». Она же является именем для всего этого замечательного коллектива. Я представлю вам музыкантов. Артём Тильдиков, заменимый пас-гитарист. Артём Тильдиков, замечательный пас-гитарист. Голос-Форега, совсем недавно старший лауреатом первой премии на очень престижном конкурсе «Томант-3». Константин Куликов, замечательный пас-гитарист. Наши главные пас-гитаристы, Алексей Гравцов, главный военный пас-гитарист. Здравствуйте! 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 Ну а в ак зовут, по колледру Бергли, можно перейти. Вообщем, я готов. Спрашивайте. Ну все, ладно, до свидания, пожалуйста. Начнем. Самый главный вопрос это про Бергли. Если конкретно нет какой-то темы, просто рассказать, на каком курсе учишься, у кого учишься, как процесс обучения происходит. Вы будете там. Все интересно, здесь даже не знаешь, с чего начать, спрашивай. Ну да, в общем... Как попал в Беркли вообще? Давайте, наверное, сначала. Как попал в Беркли? Про Беркли впервые я услышал в 99-м году, наверное, в Ахангельском музыкальном училище. Одна девушка и посчастливаясь попасть в детские программы. И вот тогда она впервые мне сказала про Беркли. И у меня вообще-то в голове это так, как-то оно засело с тех пор. Периодически, где-то все больше и больше удавалось услышать про Беркли. Спасибо, Андрюнишка. В общем, после того, как я закончил Министинскую академию, у меня уже была твердая цель уехать в Америку. Я в Беркли, не знаю, почему в Беркли, там помимо Беркли. Ну, видимо, потому что они очень сильно рекламируют свой колледж. Я начал как-то все это узнавать. И вот наши ребята первопроходцы, одни из первопроходцев в дженгле, где-то там, в Коле Моисеенко, они маякнули, что в Санкт-Петербурге будет проводиться прослушивание, на котором впервые там будет полную степень русскому студенту. Ну вот, я узнал, написал заявку, отправил. Не знаю, как так получилось, на заявку пришел ответ, сказали, приезжайте на прослушивание. Ну, я взял саксофон в зубы и начал там неделю без остановки 24 часа выдавать, у него что-то готовить. Приехал на прослушивание, ну и выиграл. Потом... А это платные, бесплатные? Ну, я выиграл полную стипендию. У них есть фонд, из которого выделяются деньги на полные стипендии. Я плачу полностью все. Живу бесплатно, ем бесплатно, учу бесплатно. Плачу только за билеты до Америки назад, ну и на какие-то свои отходы. Это сколько уже ты там сейчас находишься? Три с половиной года. Вот я сейчас улетаю на последний семестр. Отключение мое попало к концу. Четыре года занимаюсь и саксофоном, но не совсем саксофоном. Там в Беркли очень много специальностей. И когда я туда приехал, я даже немножко... Ну, я не ожидал того, что так бывает. Там у них учат всему. И, естественно, я решил, что я на саксофоне уже какую-то порцию съел, мне надо что-нибудь новое сделать. Я специальностей выбрал джазовая композиция и оранжевровка. А саксофоном тебя накормил? Саксофоном меня накормил Александр Викторовича Сичук. Спасибо огромное Александру Викторовичу за то, что он сегодня пришел нас поддержать. Александр Викторович – это великий человек. Любой человек, судьба которого в какой-то момент пересеклась, вот, с Александром Викторовичем, он, я думаю, он получил очень много. А студенты его – это вообще, это самые счастливые люди из-за земли. Потому что такого преподавания нет даже в Америке. Трудно найти человека, который четко понимает, что он делает, для чего он делает и почему он это делает. В Америке очень много педагогов, которые все-таки экспериментируют очень часто. И не всегда это приводит к нужному результату. Александр Викторович, у меня вот то, что надо, вот он меня это все внес за эти четыре года. Поэтому мне было намного легче, чем многим остальным, которые туда приезжают. Там есть много талантливых саксофонистов, которым как раз-таки лучшее время потратить на изучение саксофона с разными преподавателями. Поскольку мне уже было… Ну, я приехал, я чувствую, что у меня уровень достаточный для того, чтобы как бы быть и в саксофоновой тусовке на нормальном уровне, и для того, чтобы я мог что-то новое изучить там, в другой какой-то области. Поэтому вот я четыре года уже занимаюсь композицией и аранжировкой. Результатов пока выдающихся не достиг, но, по крайней мере, я для себя очень многое открыл. И в данный момент могу себя рассматривать уже не только как саксофонист, но и как аранжировщик для разных составов, для биг-бендов, для струнных составов, для… В общем, композиция прозвучала, это ваше сочинение? Нет, это все… Коля, это твоя выпускница, да? Да. Сегодня всю музыку мы будем играть Колину. Коля у нас тоже гениальный композитор. Просто почему мы играем Колину музыку сегодня? После того, как Коля с конкурса вернулся, мы играли там несколько больших концертов, и мы как раз-таки готовили его музыку. Поэтому мы и сегодня и будем играть. Чтобы не репетировать что-то новое. Чтобы не репетировать… Ну, просто времени у всех, вы же знаете, что… А скажите, как вы оцениваете общий уровень студентов в Беркли относительно себя, вообще относительно уровня студентов в отдельной месяце? Уровень очень высокий. Уровень не очень высокий, потому что жизнь в Америке отличается от нашей. И они… Многие вот американские студенты, 18-летние, они же взращиваются совсем в другой почве. Вокруг них уже с детства звучит нормальная музыка. Вокруг них куча джазовых фестивалей, на которых играют постоянно какие-то современные звезды. И им на этом всем проще расти. У нас же, если что-то и происходит, то происходит в Москве, или максимум еще в паре-тройке городов. А вся остальная Россия, она же, как правило, ничего не видит. Поэтому нет такого соперничества постоянного и нет чего отталкиваться. Ну вот если сравнивать не со всей остальной Россией, а конкретно со странным отделом Академии Гнездия. То есть вы говорите конкретно об исполнительском мастерстве, я так понимаю? Да. То, что касается саксофонистов, бесспорно, уровень очень высокий. И все саксофонисты, которые когда-либо побывали в Берклии, а их было предостаточно, Красильников, Яг, Гордеев, Моисеенко, все оставили о себе такое впечатление, что уровень преподавания очень высокий. Поэтому, что касается саксофона, никаких сомнений нет. Наша школа очень сильная. Что касается всего остального, то те единицы, которые, те единичные случаи, которые в Берклии попали, они тоже, естественно, проявили себя очень хорошо, но их не так много, в общем-то дело. То есть их по пальцам всех можно перечислить. В основном это саксофонисты. Не знаю, ответил на ваш вопрос или нет. Просто я говорю, я приехал туда, мне было уже 24-25 лет, наверное. И там в возрасте 18-19 лет молодые ребята вытворяют уже такие вещи на саксофоне, что мне пришлось так вот медленно, плавно, плавно опускаться вниз. Я приехал туда такой весь, а сейчас всем я вам покажу. Ага, ничего подобного. Все очень хорошо там играются. И владеют не только саксофоном, но, как правило, барабанами, владеют клавишными, слушают очень много музыки. Знаний у них больше гораздо. Я очень долго привлекал к тому, что 18-летний парень может мне рассказать намного больше о джазе, чем я, может быть, даже не знал вообще. В основном американцы изучаются? Нет, американцев к уровну со всеми остальными. Япония, Китай, Корея. Из Европы очень много. Отовсюду, короче говоря, международное заведение. Олег, а кто преподавал вот именно саксофон? Саксофон, по саксофону у меня было... Дело в том, что вот на специальности джазовая композиция саксофон преподается, я имею в виду, один на один с педагогом, всего 4 семестра, то есть 2 года. Я занимался 2 семестра, у меня был преподаватель Дина Гавони, итальянец. Там вообще очень много итальянцев, практически все преподаватели по саксофону итальянцев. Дина, не знаю, не хочется ничего такого говорить, но как был он, как его не было, то есть мы просто с ним так разговаривали, ну и иногда играли что-то. А Джордж Гарзон? Вот, Джордж Гарзон с 3-го семестра у меня начался тогда, как бы начались большие перемены у меня и в голове, и вообще во всем. Кстати говоря, Джордж Гарзон выпустил свою школу, если у вас есть желание, что-то для себя, да, вот, грамматический подход. Джордж Гарзон очень много в моей голове изменил. Можешь подробнее про вот это? Ну, значит, по поводу его системы. Гарзон – это последователь Калтрейна, и он очень долго слушал Калтрейна, пытаясь найти какую-то матрицу, потому что у Калтрейна столько всего происходит в один момент, что в одной разу думаешь, как же так, откуда это все. И вот он очень много времени потратил на то, чтобы выискать какую-то схему, какую-то систему. И вот как раз-таки в поисках вот этой схемы он свою хроматическую штуку и придумал. Он берет трезвучия, все возможные, допустим, до мажор, если брать только мажорное трезвучие. Трезвучие оканчивается на ноте соль. Возле ноты соль есть два полутона, либо ля бемоль, либо фа диез. Значит, вот этот, возьмем, например, ля бемоль. Этот ля бемоль может быть началом следующего трезвучия, серединой или его квинтой. То есть это может быть ля бемоль мажор вверх, либо это может быть соль мажор посередине. То есть что мы получаем в итоге? Мы играем ля бемоль, приходим в ля бемоль, и у нас сразу открывается еще несколько возможностей, когда мы можем пойти дальше. Мы можем сыграть соль, си, си, си. Оказавшись в квинте си мажора, мы имеем вокруг два полутона, си бемоль и до. Если мы вернемся в си бемоль, это может быть серединой фа диез мажора. И, в общем, вот так вот соединяются эти трезвучия. Сейчас покажу, саксофоник получается. Под метроном этим делом занимаешься, потом берешь минорное трезвучие. Важно что? Чтобы не было повторений. То есть важно, чтобы все было очень ломано. То есть два раза вверх лучше не играть. Я имею в виду... Это уже не очень хорошо. Хотя и можно. Один раз это можно сделать. Но важно именно вот эта вот ломанность. Вот эти вот... Потом берутся увеличенные, потом берутся уменьшенные трезвучия. И все это по всему диапазону саксофона под метроном ускоряется, ускоряется, ускоряется. Чтобы в итоге все это превратилось в нечто вот такое вот... То есть вы на уши не понимаете, что это я сейчас играю, что это происходит вообще. А у всего этого есть фундамент, и это все на чем-то построено. В итоге, когда все это в хорошем темпе уже начинает получаться, берутся обычные аккорды. И в перемешку с чем-то благозвучным, например, на фаз, на доминанту, какие-то вот такие вот штуки. Ну, можно по-прот. До минор, фаз. Нет, рез, ну, до, фаз, синий. One, two, one, two, four. Что-то такое. Я этим, честно говоря, много не занимаюсь, поэтому просто есть такая вот школа, и если у вас есть желание, вы можете посвятить какое-то время. Вот. Просто она расширяет возможности, открывает какие-то новые горизонты. Просто если очень сильно в это углубиться, то теряется именно мелодика. То есть пропадает. Я так понял, что вот как раз, когда идет поверх гармонии вот такая вот фигня, то эта мелодия, она уже воспринимается совсем по-другому, как нежели она была бы в этой гармонии. То есть отдельно, как в мелодии, отдельно, как в этой. Ну, можно и так сказать. То есть в процессе учебного года в Америке вы где-то играете там какие-то концерты, и рассматриваете ли это как работа? Да, концерты играем по возможности. В Беркли очень удобная штука. У них есть два зала, которые они специально сделали для того, чтобы студенты имели возможность в любой момент прийти туда и провести свой концерт. Один, что ты заранее там за какое-то время делаешь заявку, собираешь команду, репетируешь, приходишь, они тебя записывают на видеокамеры, на аудио, и после твоего концерта тебе дают DVD и CD. То есть у тебя есть возможность проанализировать там какие-то вещи, посмотреть на себя со стороны. Помимо этого в Беркли есть очень много ансамблей, так называемых представительских или представительных, не знаю, те, которые представляют Беркли за пределами самого Беркли. Вот в этих ансамблях я тоже стараюсь участвовать, и каждый раз, каждый семестр выезды происходят там или в Нью-Йорк, или в Вашингтон, ну где-то в пределах Бостона, недалеко от Бостона. Помимо этого я вот с прошлого семестра начал играть в оркестре представительский оркестр Беркли, где собрались тоже лучшие студенты. С этим оркестром постоянно где-то происходят концерты. Ну и помимо этого, не знаю, зовут, часто уже какие-то знакомые появляются туда-сюда в разных клубах. Но потихоньку все движется вперед. Наши ребята, которые недавно закончили Беркли, Андрей Красильников и Женя Лебедев, которые переехали в Нью-Йорк, вот у них тоже дела очень хорошо идут. Тоже появляются знакомства, и маленькими-маленькими шажочками все движется вперед. То есть после окончания этого учебного заведения Вы рассматриваете себя как американским музыкантом? Ой, не знаю. Нет, я себя не рассматриваю ни как американский, ни как русский. Музыкант он есть музыкант. Я буду пытаться и там жить, и возвращаться сюда, и здесь, и, может быть, в Европу. Мне хочется в Европу поездить, поиграть с местными музыкантами. Я не рассматриваю свое будущее как Нью-Йорк, все, конечная цель там. Я собираюсь переезжать в Нью-Йорк в январе, вот после окончания. Ну, поживу, посмотрю, попробую. Своей силой хочется. Потому что Беркли – это все-таки школа, это еще не реальная жизнь. Реальная жизнь начинается именно в Нью-Йорке, когда ты оказываешься в ситуации, в которой вокруг тебя со сайфонистов уровнем такого же круче и еще круче во много раз бесконечное количество, и работы остается совсем мало, и приходится как-то выживать. Ну, в общем, я еще в этом не пожил, так что мне рано об этом говорить. Вот красиво это уже, наверное, там все испробовал. Сейчас вот в этой композиции маленькое предусловие как раз-таки я буду пытаться вот то, чего меня Грозон научил, пытаться как-то применить это здесь. Когда перед тобой вот есть один аккорд, и ты должен на него импровизировать, очень быстро можно утомить слушателей однообразностью. То есть есть какой-то лад, и ты по этому ладу ходишь вверх-назад туда-сюда, и все, через некоторое время, через несколько квадратов, люди уже начинают от этого уставать. И вот именно в такой ситуации очень удобно то, чему он меня учил, потому что это какие-то новые ходы для ушей слушателя, они неожиданные, и тем самым можно его как бы очень долго держать. Ну, я попытаюсь это сделать. Не знаю, получится ли мне. Спасибо. 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 И вот. А это Сельмер 57-го года французский. Самый лучший саксофон. Лучший саксофон. Марк 6. Ну это чуть-чуть раньше, чем марк 6. Я не знаю, как это точно называется. Но это, по-моему, до марк 6 еще. Ну как? Марк 6 с 56-го года? Вот я смотрел каталог у них на сайте Сельмер. И вот он в марк 6 не стоит этот год 57-й. Он стоит... А, этот номер. Этот номер 74079. Он стоит где-то там в другом. То есть это между... Почему? Не знаю. Сельмер Мунштук. Берг Ларсен. Еще в Вологде, когда я на первом курсе училища учился у Кузнецова Сергея Тимофеевича. Мне этот Мунштук привез его ученик. А до этого Мунштука у меня был какой-то там кошмар. И мне этот вот Берг Ларсен поставили. У меня все сразу заработало, звучало. И с тех пор я тот же самый Мунштук. Просто старый у меня немножко исхудал. Я купил себе точно такой же один в один в Америке. Номер, по-моему, чуть побольше стал. Все. Сколько я играю на саксофоне, столько я играю на Берг Ларсене. Трости только в В-16 подходят. Мне больше не все остальное. Раньше, пока не было В-16, я играл... Не помню, на чем я играл. На том, что было. Я помню, в Архангельске у нас трость была на вес золота. Мы ее варили в чаю, чтобы она жила какое-то время. Еще чуть-чуть. Вот такой у меня девайс. Огромное спасибо магазину Варьянчи, который подарил мне этот подарок. У меня все сразу на место встало. Потому что у меня до этого в течение пяти лет была Рихо. Или как-то она так называлась, не помню. В общем, она мне всю шею сдавила. А это супер. В общем, ты не особо экспериментируешь. Нет, я не экспериментирую вообще. Я то, что мне надо, от саксофона получаю. Единственное, что мундштук, конечно, может быть, все-таки я в ближайшее время свой поменяю на Отто Линк. Старый. Тот самый старый абонентовый Отто Линк. Дабу Линк? А? Дабу Линк. Я не знаю точно, как он называется, но тот может... С косой профи сильной. Вот не знаю таких мелочей. Пробовал его мне давали. Именно старый, вот те, на которых играл, там, я не помню, у Джек Хендерсона Отто Линк или нет? Нет. Нет? Не Отто Линк, да? Сильный. А, у него Сильный, точно. Ну кто-то же играл на Отто Линк. На старом? Контрэн играл. А, ну вот. Я просто подул в него, и он мне... Именно то, чего мне не хватает, как мне показалось, и он как раз мне вот и добавил. Особенно наверху. Потому что этот мурштук с верхним диапазоном справляется плохо. Я очень долго над верхним диапазоном работал, чтобы хотя бы добиться такого звучания, которое есть сейчас. Но это все равно очень плохое звучание. Нет, свобода у меня там. Мне приходится... Сейчас у тебя плохое звучание? Наверху, я имею в виду. Ага. Я не знаю вам судить, какое у меня звучание, но... У вас так говорили. Ну, меня не устраивает, да. Хочется большей свободы наверху, а он не дает. Мне приходится все силы отдавать именно на то, чтобы, когда я беру верхнюю ноту, контролировать ее. Поэтому каких-то там изысков наверху у меня практически никогда не получается сделать. В отличие от тех многих сексофонистов нашего времени, которые наверху сейчас творят такие дела, что порой... А есть у тебя из самого кумира музыканты к чему-то стремишься? Ну, современные звезды меня, как правило, практически не трогают. В какой-то момент у меня перелом произошел, и я больше стал слушать, наоборот, сексофонистов. Начало прошлого столетия. Мне очень нравится Вейн Шортер. Очень нравится Джо Хендерсон. Джо Хендерсон сейчас назвал, да. Джо Хендерсон, пожалуй, стоит на пледестале. На самом высоте. Как вам первые кто-нибудь приезжает? Постоянно очень. На одной сцене? На одной сцене. Последний я играл. Не играл, а сидел просто свою композицию, показывал. Вот у меня на имена память это кошмар просто. Сейчас скажу. Таких людей, конечно, забывают. Клинку. В общем, звезды проезжают, да. С аксофонистами, со звездами. На одной сцене мне, по-моему, играть не приходилось. Но очень много разных инструменталистов, барабанщиков, пианистов известных приезжают. И постоянно с ними там. Мастер-классы. Они проводят мастер-классы в такой обстановке, вот как у нас сейчас, допустим. И любой человек может выйти с саксофоном и поиграть, попробовать себя как-то. Много возможностей разных. А есть какое-то волнение, стеснение перед этими людьми? Или вот у них остановка себя? А у них, в принципе, общение между двумя людьми, неважно какого они ранга или возраста, оно настолько непосредственное, что, я не знаю, я уже настолько к этому привык и принимаю это как должное, что, возвращаясь сюда, в Россию, мне приходится каждый раз привыкать к тому, что все-таки у нас есть... Ты привык там, в Америке, да? Там очень удобно. У нас по-другому иногда. Здесь, да, здесь... Здесь нужен какой-то пафос, да? Пафос обязательно, да. Но там он тоже есть. Там тоже есть скрытые какие-то вещи. Но, тем не менее, люди... Не знаю, как-то более уважительное, что ли. Не знаю, какое слово даже в этом случае подобрать. Нету этого, да. Простые, короче. Тут проще люди к тебе потянутся. Ну, можно так сказать, да. Там больше понтов дешевых, да? Да, да, да. Понты – это большой недостаток наших музыкантов, которые им самим же мешают двигаться вперёд. Они вот уперлись в потолок и всё. А попытаться шаг по леву сделать там... Непосредственно слово в Абхазии. В принципе, три раза я его слышал, и все три раза поймал на высказку, что есть очень чёткое построение по развитию. То есть есть конкретные идеи, которые всегда есть. То есть вначале собачатина, в середине идёт... Что-то похожее на ладовое движение, я не знаю, на духе Giant Steps, я не знаю. То есть чёткое нечто. Ну и в конце какая-то уже ладовая непосредственная идея. И можно как-то комментировать? Ну да. В общем, в процессе того, как меня интересует... Вашу прощения. Вот это вот средняя часть, где идёт какое-то гармоническое движение, но очень сложно уловить, что там, как это играется. Значит, сейчас я объясню по порядку, как вот это соло организуется. И не только у меня, а у большинства музыкантов. Если взять одну и ту же вещь, сыгранную в разных местах, на разных альбомах, допустим, или с разными музыкантами, один и тот же солист будет своё соло играть в принципе по одной и той же схеме. Вот он для себя избрал схему, которая работает. Я это соло сыграл, когда в первый раз в клубе Олимпиада 80, и на записи я его проанализировал. Я чётко понял, что в этом соло хорошо, а что плохо. Плохое постарался выкинуть, а то, что хорошо, как бы закрепить и немножко видоизменить. Значит, начинается это всё, да, вот, внезапность. То есть, после того, как Коля заканчивает свой соло, он какую-то уже, какую-то гармонию конкретную там берёт, какой-то лад звучит в ушах, и всё, как бы резолюшн, произошло разрешение, проблема разрешена, всё. Вот. Можно прям вот прерву, прям по первой части. В принципе, там сразу вот музыкальное время, оно остаётся. И что ритмически там играется, это же не ритмический адлимитум. Там, в принципе, практически везде я успеваю просечь какую-то привязку к каким-то дарям. По литме это назвать нельзя, но, тем не менее, там всё равно привязка есть. Ну да, но есть ли привязка к гармонии? То есть, в принципе, как бы это мыслится как... В принципе, соло построено, по большому счёту, на один аккорд, да? Да, там один аккорд. А вы привязываете себя к этой конкретной гармонии, или, в принципе, идёт послонение куда угодно? Вот в этом случае этот самый вот привязка к этому аккорду у меня стоит в самом конце. Всё это соло, это поиски, я ищу этот самый аккорд в конце, чтобы к нему прийти и сказать «всё, вот оно, вот я его нашёл». Ритмически мы когда репетировали, у нас было две идеи. Либо вообще начать с полного фри, то есть развалить весь ритм и просто дополнять друг друга. В итоге мы пришли к тому, что ритм у нас остаётся, и в какие-то моменты маленькими впрысками вот так вот Лёшка его туда вставляет. Я, естественно, слышу мыслью в этой части, этот аккорд есть, этот аккорд... Идея относительно которой придерживается? Всё рождается здесь и сейчас, конкретно. Это да, я согласен, но, тем не менее, есть же какая-то опора на что? Опора на... Вот это всё внутри бьётся, и вокруг этого уже рождаются какие-то идеи. То есть я в какие-то моменты играю просто какую-то несуразицу, казалось бы, да, в какие-то моменты я всё равно прихожу. Всё, я это развалил. Лёха в какой-то момент продолжил меня и подхватил ритм. То есть я... Ну да, то есть задача именно стоит в том, чтобы... Вот, Коль, возьми этот аккорд, главный. Не ушёл на главный? Ну, фа вот этот, фригийский. Да, вот этот вот. Ты можешь его громко взять? И в какие-то моменты я всё равно возвращаюсь с него. Ухожу влево-вправо и... Соседние, соседние тома, нет никакой, всё звучит. Ну вот, окей, с первой разобрались. Со средней части там точно этот новый. В средней части начинается как бы заваруха. Здесь у меня задача стоит простая. Разломать всё ритмически. Врать самые неудобные интервалы и из них уже лепить какие-то... Какие-то... Не знаю... Какие-то конструкции. Появилась у меня... А автоматическая какая-то модель есть относительно которой? Потому что, ну вот... Вот сейчас особенно, я сейчас поймал себя на мысли, чтобы была чёткая какая-то... Вот я не знаю, вот когда Giant Steps вставляют вот эту вот схему, да, её сразу слышно. То есть вот на какую бы гармонию ни игралась, на стандарт... Ну, на один аккорд, на... Ну, как замену, в принципе, вставки. То есть её сразу прям начинает читаться. Вот здесь как бы сработало, мне просто интересно, что там было. Потому что это не, собственно говоря, колтейн, а вот что-то... Ну, скорее всего, я здесь всё-таки рано или поздно всегда возвращаюсь вот к этому... Увеличенный такой лад, построенный, вот опять же, от ноты Фа, если взять на клавишах, вот там... И вокруг этого лада я уже выстраиваю там какие-то конструкции, я опять же говорю здесь... И на этом основываю... Просто даю волю своему, как бы, своему вот этому воздуху, который из меня выходит, и рукам. Куда он меня приведёт, я не знаю. А эти ребята сзади, они меня просто поддерживают и всё. И весь вот на этом всём образуется вот такая... И последний этап уже, когда какая-то развязка происходит, естественно, надо вверх куда-то приходить. И, естественно, нужно какое-то астината уже делать. Не всегда это получается тоже, это очень сложно, над этим надо работать. На первый взгляд, это может показаться просто взять и сыграть вот такую вот собачатину. А когда ты этим начинаешь заниматься, ты понимаешь, что это сложно настолько, что... Сложно именно самого себя сломать и сыграть что-то не то, что ты обычно играешь. Вот в этом и сложность. Потому что, как правило, у нас мышцы запоминают же вот все эти вещи, которые мы всю жизнь играем. А вот уйти от них это не так-то просто. Ну вот это очень много у Колтрейна, у Крис Поттера этого, хоть ложкой хлеба и вот так. И чем дальше, тем он глубже в это все уходит. И это все звучит, на первый взгляд, так как-то вот, как, откуда это все берется, как и где. А он просто, он... Естественно, он играет очень много упражнений, он сам об этом говорил, Крис Поттера. Кстати, система его той, которая преподает... Ну, то есть суть та же самая, что у Александра Викторовича. Он берет какие-то... Просто у Александра Викторовича мы занимались конкретными вещами. То есть мы брали, допустим, какую-то фразу, вот например... И мы ее играли по полутонам, по тонам, по терциям, по квартам, там, еще как-то. А Крис Поттер, он берет уже, как бы, другие конструкции, более, допустим, сложные. Например... Или вообще три ноты просто он берет любые и начинает их по всему диапазону. Сначала по полутонам. По всему диапазону вот это прогоняет, потом он берет это по тонам. Потом он это берет по терциям. И слушайте, что получается, когда он это берет по терциям. Уже получаются какие-то более интересные штуки. А когда он это берет по большим терциям, когда получается увеличенный лад, получается вот такая штука. Всем этим занимаешься, занимаешься, занимаешься. В какой-то момент у тебя вообще пропадает какой-либо страх перед гармонией, перед чем угодно. И ты из того, что ты наработал уже, начинаешь просто... Ну просто ты отдаешься музыке и все. Хотелось бы услышать три каких-то глобальных совета от Олега Стопчука для саксифонистов России. Да, самое главное быть постоянно в форме, постоянно заниматься на сцене. Если у вас даже... Для начинающих, даже не для начинающих, а для любителей. Постоянно быть в форме, это что значит? У них своя работа, сколько вот, ну минимум заниматься? Ну, я не знаю, ну час в день, это такой минимум... Чтобы был какой-то прогресс, да? Да, иначе прогресса не будет. Не важно, сколько угодно, как. Ну это, да, это уже следующее, понятное дело. Но просто, если касаться любителей, то если даже час будет не дуть, то никакого прогресса не будет. А чем заниматься, какие-то вот такие вот основные моменты? Длинные ноты обязательно, потому что длинные ноты тебя с твоим инструментом знакомят. Ты инструмент свой познаешь на длинных нотах. У тебя мышцы укрепляются, и ты подул длинные ноты, отдохнул пять минут, берешь, и ты уже его видишь по-другому. Он тебе уже отвечает по-другому. Поэтому упражнения, длинные ноты, тут ничего нового никто не скажет. В течение какого времени дут длинные ноты? Час, пол? Ну, в принципе, да. Меня они спасают до сих пор. Я возьму подул длинные ноты. Каждый день это понятно, ну вот сколько, минимум. Ну это зависит от... ну полчаса минимум. Ну да, полчаса надо отдать длинным нотам. Я тоже сейчас был по часу где-то. Длинные ноты. Прямо гаммы, да, хроматические? Да, они тебя с инструментом просто знакомят, потому что если ты длинные ноты не знаешь, у тебя никогда не выровняется звук на твоем инструменте. У тебя будет один диапазон так звучать, другой иначе. И самое это главное, чтобы у тебя весь инструмент звучал так же, как фортепиан. Одинаково, чтобы у тебя во всех регистрах был качественный звук. Олег, вы превосходный вообще. Скажите, пожалуйста, вы коснулись мимоходом Сергея Тимофеевича Кузнецова. Это ваш первый преподаватель. Да, это человек. Не могли бы вы более подробно ответить о важности вот именно первого преподавателя? Ну, в случае с Сергеем Тимофеевичем, когда я приехал в Вологду, я был таким разгильдяем, что низкий поклон ему за то, что хотя бы в те моменты, когда он меня успевал в училище поймать, он меня ставил в угол и заставлял дуть там какие-то гаммы, понимаете? То есть Кузнецов, он еще и воспитатель для работы со мной хорошего проводил. Его роль очень важна была, потому что он классический был очень сильно подкован, и он объяснил важности звукоизвлечения правильного дыхания. То есть все время тут говорил, что вот тут отсюда звук идет, надо держать здесь все дело. И вообще он вселял надежду, то есть, знаете, бывает педагогик, который занимается с тобой, и ты думаешь, а к чему вообще все это нужно было? А Кузнецов, он постоянно своих на конкурсы, постоянно чего-то куда-то, то есть там соревновательность постоянно была, там был Колесов, который я на него смотрел и даже еще не понимая вообще, как так на саксофоне играть, я смотрел на Колесов и у меня вообще там... не знаю. Я не понимал, как человек это делает, и мне хотелось за ним рваться дальше. Каким бы я там разгильдяем ни был, я двигался вперед. Вот функция. Я думаю, что если бы я дальше продолжал заниматься... Ну, видите, в чем дело, в Вологодском училище не было джазового образования, а джаз там был на таком уровне, на очень низком. Поэтому, когда я приехал в Архангельск, у меня уже все-таки начало все это двигаться в сторону джазов. Ну, а Колесов его выпускник, который классикой занимался, он сейчас дремит по всему миру. Браво. Ну, кругом, везде первые премии, да. Ну, Маргарита Константиновна, естественно, там уже все, что надо у него. А ты с ним общаешься? Очень редко. Ну, дружишь вообще? Да, мы очень хорошо. Ну, ты его сюда притащишь. Да, ну и вот отвечаю на ваш вопрос по поводу главных вещей каких-то. Ну, обязательно ставить цели и достигать их. Ставить какие-то задачи для себя и эти задачи в реальность воспроизводить. Потому что если не ставить себе цель, ничего не умеет. Ну, неважно какие. Взять, написать песню, сесть и довести ее до конца. Сесть и написать. Записать ее, взять и сыграть соло, послушать себя со стороны. В общем, какие-то мелкие, но важные вещи для себя. Обязательно. Я зашал? Да, да. Ну, в общем, сейчас мы сыграем песню, которая называется «Мультик». В общем, что происходит от «Мультик». nehmer дая sû Juda Сергея. Сесть, и три Семьи. Мультика. Мультика. wei США и Анатолиша всех. Пjsых 155. книгу «Мультик» Андрея Анатолиша в govern remember Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА